к йогой с вами шинки мы продолжаем проходить а быстрее заканчивать прохождение игры под названием гривен king epic принципе нас остался только данный враг а да ладно здесь еще что то есть давайте посмотрим хотя нет я это посмотрю после того как мы с вами пройдем она вам так сказать босса я прочитал списке которые там оказываются есть руйный катализиса а это там дети были первых так лучник а это я сейчас сюда все оружие вставлю вон она как как будто мне другой вы здесь скорее всего много врагов будет слушать полки заканежить да ладно а у моно то есть я сейчас буду драться со всеми смотрите урона идет даже когда типа он только выходит оттуда я не хочу умирать этом надо одну силку использовать одного врага желательно хилки вообще не тратить вот зараза хорошо я должен типа каждого фантома победить давайте магичку на потом оставлю так этот легенький был луком следующий пускай будет ну в принципе он далекий то что у нас меч уничтожать его стрелы хорошо очень а мне интересно подождите а я могу эту ведьму уничтожать с помощью ёжи палки а так мне еще за этой хилки дают это легко так давайте дальше мы этого атакуем и при входе сюда нужно сразу будет поменять метод так подожди меч зелень а 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 отлично так почему брак не уничтожился так теперь мне нужно на хил переключиться так это сейчас он будет выпрыгивать а я я я забыл а вот серьезно если использую просто посох подожди только нихера не посох но это тоже нихера не посох ау и она на самом деле легко главное победить все первых вот допустим просто оружие пролетает сквозь и осталось только магичка ха 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 а шо такое твоя палка тебя же дамажит а 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 так того что она просто сдохла через щит она сдохла через щит это палка имбовая так меч у меня фулл хилка понимаете у меня все окей у меня все окей как у всех мои друзья но я буду дальше продолжать стреляй хотя фото здесь может быть дракон как вариант итак вот и здесь прячешься за спинами других фонтонов ха ты же повеселился сражаясь со своими друзьями видишь во что они превратились ты лжец они всего лишь находятся под влиянием оружия и освободил их всех ну что сказать молодец возьми с полки пиржок не уж пожалуй я возьму твою душу ха-ха слишком поздно я уже овладел силой магических камней ну и без нее мне хватит сил чтобы уничтожить тебя так этого не было этого не было я в первой битве тоже на туториале убил поэтому нет будет и проклят оливер я уничтожу тебя раз и навсегда но у меня нет выбора я не могу позволить чтобы часть меня причиняла столько вреда дома благородность именно поэтому я ненавидел быть запертым внутри тебя я даже не знал о твоем существовании забавно каждая медаль имеет обратную сторону но ты недооценил свою и теперь ты поплатишься за это так это еще не все 2 фаза вау приготовься к смерти жалкий человечешка и меня утомил я больше не хочу чтобы ты страдал я хочу твоей смерти когда я уберу тебя со своего пути меня не служи ничего не остановит светлая борода короля что же нужно сделать чтобы справиться с таку с тобой больше чем ты когда-нибудь так больше чем ты когда-либо мог забавный маленький человек не главное понять его атаке я понял ай ай а как они уничтожаются я думал они уничтожаются а если их можно уничтожить этой легко тогда вот было бы релиз сложно если бы к нельзя было уничтожить ай 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 бац 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 а че я туплю стоять так зелья ай ай ну ай 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 все все кончено аквила Теперь мы можем лететь домой Радостное кивание Моя принцесса, я так по ней скучаю У тебя жало дышит Аквила? Аквила, ты так долго не выдержишь Кивай до головой Спасай себя Передай принцессе и моему сыну, что я люблю их Отчаянно кивай Прощай, верный друг И спасибо тебе за все Хотя он мог просто бы, ну, типа, костюм немножко выкинуть свой Это нам показывает, что теперь изменилось Игровой дизайн Ну, слушайте, в принципе, если оценивать игру Довольно прикольно В плане того, что Это, во-первых, шутер-мап То есть мы просто летаем, да, и стреляем И все То есть здесь даже сюжета не должно быть Но здесь есть сюжет Есть свои герои Есть какие-то характеристики героев, да То есть их настроение Как они вообще себя ведут Все в таком плане Также можно отметить большое количество врагов Боссов Если брать какую-то сложность игры То несколько фаз появляется То есть враг сразу не отлетает Также можно отметить описание предметов врагов, да То есть какого они мира Что вообще они от себя представляют Дерево, курит дерево, понимаю Также можно отметить, так сказать, прокачку, да То есть это RPG можно даже считать Игру Также можно Отнести плюсы это Музыку, атмосфера, задники Даже просто вообще просто графика, да То есть сами арты Можно также отметить в плюс это пасхалки То есть довольно их тут много Если так посмотреть хорошо Поэтому, ну что сказать, ребят Игра прикольная То есть ее можно пройти Можно перепройти Если мы хотим Пройти полностью на 100% Да, то есть на всей сложности Кот Конечно Слушай Принцесса сразу поняла, что что-то случилось В замке очищалось холод А в воздухе витало странное предчувствие Никогда не было ни следа героя А нигде не было следа героя Пока не появился Аквила Самое преданное в мире создания Принесло с собой ужас Но что-то было не так Грифон плакал Принцесса побежала, чтобы обнять его И сразу все поняла Оливер больше нет Его подвиги навсегда остались В памяти людей Которых он спас Здесь заканчивается легенда О благородных рыцарях О благородном рыцаре Но шли годы 15 лет спустя Он все Спрашивал и спрашивал о его судьбе Но никто не знал Что ему ответить Он спрашивал себя, что ему делать Но не находил ответа Это его сын, да, получается? Они попросили отвезти в то Так, он попросил отвезти его в то место И Грифон с гордостью это сделал В тридеруин он нашел то Что зажгло искру надежды Покрытый пеплью Магический арбалет Много лет он лежал здесь Он осторожно взял его Сын Оливера ждал этот момент всю жизнь Наследие Его отца было в его руках Пришло время выяснить Что произошло на самом деле Слушайте, если в принципе Здесь на самом деле Будет, так сказать Продолжение Это будет довольно классно То есть здесь есть немножечко Момента На продолжение То есть то, что Сын Оливера может отправиться Или найти путь в этот портал И мы с вами будем, так сказать Путешествовать по мирам Довольно это хорошая Так сказать Подготовочка на вторую На вот Часть Ну что нам, допустим, отметили Это Монстры глаза Да, там может быть их предводитель Огромный глаз Окулус А те же демоны То есть довольно много демонов видов Может быть Ну, знаете, может быть в виде того Что наш отец Туда куда-то попал Его заточили И мы должны собрать Осколки Чего-то Которые были разбросаны По всему миру То есть что-то За счет этого могут Сделать Так, создать И... Ну, блин Ну, боссы, допустим Демоны Демоны, да Там Глаза Это глаза Мозговики Были у нас Из Мира Как Мир кошмара Да, если не ошибаюсь Мир мерзости Это жаба, кажется, была Ну, короче Из риозряда Вот того, где чародейка Откуда была И... Пустынные чели Которые, короче Призывали демонов к себе Вот их можно отнести В такую категорию Типа боссов У нас, в принципе, осталось Еще описание Локации Боссов Ну, скорее всего Там будут просто Темные Версии Стоп А был? Да, был Ладно, можно Это как-то Пропустить Нет, нельзя Ладно Тогда подождем до конца И посмотрим, что будет Также Что еще можно В принципе Так отметить Ну, допустим Фишка в том Что если бы мы Не победили Босса в начале Мы не получили золото То есть там Как бы говорится Что было бы Если бы победить Начального Как вы поняли Финальные Вообще Не представляете Себе опасности Да, то есть В финале Мы сразились Со всеми фантомами Которые были до этого Но Но, но, но Но После их смерти Даются хилки Поэтому Как бы Но прикольно было Что у того темного Были еще Вторая фаза Вечное падение Это Мыль Крутилась в голове Оливера Почему Мыль А не Мысль Это все мысль Казалось Прошли Часы И дни После сражения С фантомом Но спустя Всего пару секунд Он был на месте Вокруг него Были люди Жители Катариси Он ощущал Их Частоту В этом Священном месте Алицетворение Чистой доброты Они так же Как и благородный рыцарь Преодолели Границу существующего мира Катариси Оливера Встречали Как своего И среди них Он чувствовал себя Хорошо Среди равных Среди героев Конец А ну то есть Знаете Уже можно сказать Продолжения не будет То есть Они только что Этим Уничтожили Возможность Так надеюсь То что я сейчас Пролагала Да нормально Кибер Рано Студиоз Мы сейчас С вами посмотрим Что у нас Еще там Осталось О Видите Ушло Ушло у меня 8 часов В скобочках Нет Ушло там 4 с чем-то Часов А вот это Что последнее То есть у меня Что-то еще не открыто Понимаете Скорее всего Скорее всего Увеличит урон Увеличит урон Значит Отсюда Успешно Застенчивая Так Далее Зафир Друг Ну И соперник Лучше Не владеть Мечом Ник Лучше Не владеть Мечом Никто Не было Еще ни дня Чтобы она Предпустила Тренировку Или ровение Мотивировало Меня тренироваться Еще сильнее Чтобы стать Лучше Ну и не Оставало От нее Когда-то Я Презирал Али Шарах Но она Показала Мне Что Не понимая Может сбить С пути И длиться Очень долго Сейчас мне Снова Нужна ее Помощь Настолько Сильно Насколько Я хотел бы Говорить Ей Об этом Так Следующий Семель Токер 75 Занятия Рейнджер Эльфийского Города Тик Альтхомбар Известное Дело Освободил Истлиф Отбор Отбанды Рабовладельцев Заручившись С помощью Одного Лишь Гонга Справившись С 50 Орками Которым Устроили Беспорядок После 15 Раз подряд Так Попал В 15 Раз подряд В яблоко И стал Чемпионом По стрельбе Из лука Борданом Комментарии Оливера Семелья Очень хороший Друг И брат По оружию Я всегда Удивлялся Как такой Простой И непринужденный Парень Может быть Отличным Лучником Наверное Все дело В его Альфийских Корнях Очень легко Задеть Его чувства Справедливости Поэтому я уверен Что И Что мы Так я уверен Что мы с ним На одной волне Он даже называл себя Борцом за свободу Не могу дождаться Встречи с ним Так Дальше У нас 99 КГ Исследовал В поисках Своего Прошлого Исследователь Известное Дело Даже Когда Его Провоцировали Он никогда Не лез В драку Без Веских Оснований Однажды Сбил Плеч Сбил Челу В полете Выстрелив Из Праща Возглавил Небольшую группу людей Для поиска Пропавшей Девушки Который Нашел Спустя 36 Часов Поисков Бесна Комментарий Оливера Отличный парень Из него Получится Слепить Героя Говоря Что у него Нет ни одного Посроченного Платежа А еще Он Находчивый Малец Мне пришлось Пойти на хитрость Чтобы побороть Его Иначе Он меня бы Нет Бля Так Иначе Бо от меня Не отстали Играя В Играя Ему Надеюсь Он не сильно Переживает Из-за этого А проиграй Я ему Золотые губки Акулка Вон Золотые губки У нее Даже губы Есть у акулы Капитан Поступный путь Или как она Сама Называет Путь Приключений Я не могу Сказать Что понимаю Всех Так как И ее Я точно Не понимаю Но кажется Она начала Жизнь С новой Страницы И связалась С проклятым оружием Ее Совершенно Ни К чему А Сезон С проклятым Ее Совершенно Ни К чему Я лишь Надеюсь Что ее Палочность Не завалит Ее Тупик Не заведет Так Дальше У нас Остерил Викинг 115 Предводитель Войска Племеней Викингов Известное Дело Держал Носорога Кунгирза За рога 18 18 часов Подряд И таким Образом Укротил Его Вернулся После того Как был Объявлен Пропавшим Без вести На территории Ворога За последние Три сотни Лет впервые Привел Свой народ К десятилетию Без войны Комментарь Оливер Астерион Обладает По меньшей Мере Силой Четырех Людей И доказал Что он Бесстрашный Воин Когда мы Сражались С ним Бок о бок К счастью Он Миролюбивый Человек Пару лет Назад Он прибыл В Вальду Попросить Помилования Для своих Людей Которые Годами Совершали Налеты Не понимаю Какая муха Его укусила Снова на нас Напасть Нужно быть Нужно быть На него Так Повляло Проклятье Оружие Окей Теперь у нас Остался Справочник И все Но по любому Я не все Там нашел Потому что У нас Плюс еще Оружие Одно Которое Не нашел Персонажи Катарис Катарис Король Древней Цивилизации Безупречных Героев Их Предводитель И величайший Из героев Он с гордостью Встретил И принял Сэра Оливера В свои ряды Ну вот Допустим Уже Два Не найдено Да Еще Два Не найденных Фантом Зефира Созданный Амулетом Очищения Этот фантом Олицетворяет Темную Сторону Зефира Фарис Под ее Влияние Зефира Стала Жестокий И алочный Созданный Амулетом Был Тотика Симеэля Тотика Он превратил Симеэля В тирана И раз Рабовладельца Юджиния Фрэнса Под влиянием Темной Стороны Юджиния Стала Чересчур Амбициозной И жадной К силе Астериона Хардос Он превратил Астериона Кровожадного Захватчика Давид Мелеха Давид Зажигался Заигрался В бога И стал Жертвой Одиночества Фантом Оливера На протяжении Года Сэр Оливер Носил Амулет Очищения Он Медленно Очищал Его Душу И тело Пока Не изгнав Фантома Он Полная Противоположность Сэра Оливера Жестокий Ужасный И злой Его Единственная Цель Принести Несчастье Нашему Герою Он Планировал Найти Утраченные Магические Камни Катарезиса И исполнить Их Так Использовать Их силу Против Самих Своих Врагов Каменный Дракон На грани Поражения Фантом Оливера Смог призвать Силу Магических Камней Чтобы Превратить Себя В Гигантского Камина Дракона Из-за Его Огромных Размеров И чистой Магической Силы Начало Разрушать Руины И Исказилась Реальность После Поражения Его Останки Вместе С Сэром Оливером Засосало В другой Реальность И Вот Что-то Вообще Секретное И Только Это У меня Есть Ненайденное Что Секретное Руины Катализиса Эти Руины Все Что Осталось От Никогда Великого Цивилизации Катализиса Здесь Жили В мире Люди Чистой Душой И Телом Лишенные Какие Либо Изъянов Такова Была Их Судьба И В принципе Сюжетные Эти Все Сценки У нас С вами Есть Поэтому Ребята Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Комментируйте И Мы С вами Так Сказать Уже Прошли Игру И До Следующих Встреч Поэтому Всем Пока